Добрый вечер дорогие друзья, в эфире программа Попутчик, меня зовут Юлия Каменева. Когда мы покупаем новый автомобиль, мы уверены в его юридической чистоте и технической справности. Но когда нам предстоит купить автомобиль на вторичном рынке, вот здесь и могут появиться множество подводных камней. Автомобиль может быть битый, может быть перекроенный из нескольких автомобилей, а может вообще оказаться у топленников. Вот о последних мы сегодня и поговорим. Тема нашей сегодняшней программы – автомобили-утопленники. Я с удовольствием представляю гостей, экспертов, которые пришли к нам сегодня в студию. Это Сергей Смирнов, технический эксперт, и Кирилл Чернов, эксперт по подбору автомобилей на вторичном рынке. Большое спасибо, что нашли время прийти к нам. Дорогие друзья, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 617-95-55, код Москвы 495. Также вы можете задавать свои вопросы посредством СМС. С удовольствием, я думаю, что наши эксперты на них ответят. Прежде чем начать беседу, давайте посмотрим небольшой сюжет на тему нашей сегодняшней программы. В последнее время водные стихии все чаще обрушиваются на различные участки планеты. Одно из сильнейших и масштабных наводнений постигло этим летом Германию, Австрию и Чехию. А осенью от стихии пострадал Дальний Восток России. Именно из этих мест в ближайшее время можно ожидать автомобилей-утопленников. В последнее время участники вторичного рынка не стараются иметь дело с утопленниками. Тем более, что вторичный рынок в России уже достаточно хорошо развит. Другой момент, что продавец сам не всегда в курсе судьбы своего подопечного. Настолько хорошо бывают подготовлены водолазы к продаже. Но эти автомобили могут скрывать много подводных камней. Как правило, все происходит по стандартной схеме. Владельцы автомобилей, пробывших в воде долгое время, получают страховку и избавляются от транспорта как можно скорее, снижая цену. Еще ниже цены у страховых компаний. Покупка такой машины выгоднее примерно на 10%, даже несмотря на высокие таможенные кошлины, если машина идет из-за границы. Если вы приобретаете затопленный автомобиль осознанно, то должны быть готовы к определенным финансовым вливаниям. Например, к отслаивающейся от ржавых кузовных панелей краске. И это самый безобидный и легко устраняемый недостаток. Как правило, в первую очередь от пребывания в воде страдают другие составляющие автомобиля. Но вот сегодня обо всех этих подводных камнях мы и поговорим. А для начала, вообще, стоит ли связываться с утопленниками? Я знаю, что эти автомобили бывают не так дороги, как новые, и многие люди эксплуатируют их и не знают беды, все у них в порядке. Стоит ли связываться или нет с утопленником? Вы знаете, восстановление современного автомобиля бизнес-класса по крышу бывшего в воде – это закат солнца вручную. Трудозатраты, даже не финансовые, а именно трудозатраты, они несопоставимы ни с чем и никогда не отобьются. Но вы знаете, это даже не самое интересное. Самый интересный факт в том, что даже если смысл восстанавливать есть, и вы вдруг очень захотите этого самого утопленника приобрести, вы его не найдете раз и не успеете купить два. Утопленники – это очень раскрученный бренд, который вызывает необывалый ажиотаж после каждого выпуска новостей со словом «потоп» и «автомобили в одном выпуске». Я правильно вас понимаю, что люди намеренно хотят купить автомобили, которые были затоплены? Не могу объяснить, насколько намеренно и осмысленно это действие, но если вы захотели купить утопленника, то вам придется выдержать жесткую конкуренцию с выходцами со всего бывшего СССР, которые осели в Америке, в Англии, в Германии. Не забываем Прибалтику, которая уже 20 лет занимается тем, что собирает автомобильный мусор со всей Европы. Как только показывают первые кадры затопления, румыны, поляки прыгают в свои автовозы, лафеты и начинают в ночь рулить за этими утопленниками. За ними начинается самая настоящая охота. То есть вы говорите, что таким образом мошенники обостряются и начинают искать автомобили, на которых они могут выручку себе сделать? Или это просто люди, которые хотят приобрести? Это просто ажиотаж. Для чего они им нужны? Они что, получают доходы от утилизации? Это загадка. Необъяснимо. Как правило, это автомобили, которые были показаны в сюжете, достаточно старые. И вот, позвольте я разрушу мечты тех, кто грезит о свежем, качественном утопленнике из Европы без пробега по РФ. В Россию эти автомобили не попадают. Можно расслабиться, хорошая новость. В России этих автомобилей нет. Это автомобили достаточно старые. Вы сами видели, это машины, которые уже до 2005 года выпуска. Они останутся в Европе. То есть, кроме того, в последние несколько лет, то есть, допустим, 90% автомобилей, которые попадают в Россию из Европы, это автомобили из Германии. За последние несколько лет в Германии не утонуло ни одной машины. Ну, как же не утонуло? Мы только что слышали в сюжете и слышали из новостей, что этим летом Германию, Австрию, Венгрию и Польшу постигло бедствие стихи. Я с радостью объясню. Есть такой интересный факт, который, может быть, не всем известен, потому что он не очень освещается в СМИ. Наводнения в Германии контролируемые и запланированные. Германию затапливают уже очень много веков. Все реки заключены в дамбы. Со временем эти дамбы только ремонтируют и делают еще больше. Вода никуда не разливается, она уходит вниз по течению. Все вот эти вот, то, что показывают передряги в руководстве страны, это всего лишь торговля между федеральными землями, на какое поле спустить воду и договориться о компенсации. За 2-3 дня жителей означенных районов предупреждают о том, что будет сброс воды. Приезжает армия, эвакуирует население, эвакуирует машины, кладут мешки с песком, огораживают какие-то ценные здания, минимизируют последствия и пускают воду затапливают. Именно эти кадры показывают. Если в Германии тонет машина, страховку вы не получите, потому что это мошенничество. Будет очень долго судебное разбирательство, вы ничего не сможете доказать, потому что карта затопления известна заранее. И в сюжете у вас я не видел машин с немецкими номерами и не видел, опять-таки, свежих машин. Сергей, вы тоже с этим согласны, что из Европы к нам не поступают машины-утопленники? После показанных кадров, я думаю, тема передачи уже бессмысленна. Продолжать никто не будет покупать такие машины. Кирилл поделился таким передовым уровнем. Главное, чтобы наше правительство не услышало и так вот не стало делать. То у нас же страховка не будет действовать. Я думаю, что действительно несколько актуальность проблемы последние, может быть, лет 10. Я ничего об этом не слышал. Когда-то вот начали показывать, что в Германии такие проблемы начались. Ну, там я уж не знаю, что зима... Хорошо, возьмем наш Дальний Восток. Там было масштабное затопление, и эти машины все равно куда-то уйдут. Я знаю, что в Японии, например, и также в США, где такой климат, что периодически какие-то там цунами, какие-то ураганы, машины, когда затопляются, они выставляются на аукцион, и они продаются. То есть они не проходят никакую предпродажную подготовку. Изначально покупатель знает о том, что машина была в воде. Она покупается за какие-то минимальные деньги, и потом, что дальше с ней происходит, неизвестно. У нас есть ли такой вот опыт продаж машины, когда изначально мы покупаем машину, зная, что она была в воде? Или у нас, если мы можем купить такую машину, все это шито-крыто, все уже подлажено, подремонтировано, и, в общем, концов вы не найдете? К сожалению, покупка поддержанного автомобиля в России – это даже не лотерея, это русская рулетка. Утопленники, наверное, даже не самое страшное, что можно найти на нашем рынке. Но, к счастью, масштаб бедствий, особенно последние пять лет, очень-очень низкий. То есть если утопленники попадают на наш рынок, это единицы машин. И не поверите, кому нужно сказать за это спасибо – Федеральная таможенная служба. В 2009 году были очень значительно подняты возные пошлины, и сужена вилка льготных ставок на автомобили, то есть можно возить относительно недорого автомобили от трех до пяти лет. Раньше это было от трех до семи лет. В связи с этим остался экономический смысл возить только дорогие автомобили, престижных марок, как правило, в возрасте трех лет. Это X5, Cayenne, Panamera. В той же Чехии, Польше – это бедные страны, там этих машин нет. Если берем Америку, то даже вы купили утопленника, к сожалению, пошлину, скажем, за трехлитровый мотор почти 10 тысяч евро вам все равно придется заплатить, независимо от того, тонула машина или не тонула. А это, согласитесь, серьезное препятствие. Касаемо автомобилей из Японии, опять-таки, я думаю, нужно огромное спасибо сказать федеральной таможенной службе. Я сам лично помню это время после наводнений. Контроль за всем, что приходит из Японии, был просто сумасшедший. В контейнерах из Японии мотоциклы, скутеры, запчасти, машины – все это ставилось действительно на отдельную стоянку, мерился уровень радиации, мерился уровень загрязнения, все-все-все на свете. И это очень быстро поставило, опять-таки, заслон. То есть, если кто-то желал везти машину из Японии после наводнения, значит, она где-то полгода должна была храниться на складе таможни. Это тоже поставило заслон. Да, это все хорошо, и, наверное, спасибо нам нужно сказать таможенной службе. Но почему-то, когда мы готовились к программе, каждый второй человек мне рассказывал о каких-либо историях, связанных с тем, что у знакомых или у него самого автомобиля топление. У нас люди не образованные, но общительные, что бы не рассказать такую историю. Ну, это действительно правда. Например, даже в нашей редакции есть женщина, наш координатор, у которой машина-утопленник. И она мне сказала, я прекрасно езжу на этой машине и вообще всем бы советовала. Ее подремонтировали, ее сделали, и нет никаких проблем. Вот к вам попадают вообще машины, которые утонули. В вашей редакции определенно провокатор есть, потому что тема очень интересная для обсуждения. Другой вопрос, что автомобили, ну, давайте утопленников разделим на подтопленников, недотопленников и не до конца утопленников. Вот такие машины попадали, потому что, может быть, наводнение у нас пока в Москве, какое у нас, в 908 году последний раз, по-моему, было наводнение. Повторение, может быть, и не дождемся. Вот что касается ураганов, помните, ураган был, по-моему, в 98-97 году. Там машина-то залила, и сейчас подобное явление вполне возможно. В современной иномарке бизнес-класса, наверное, порядка трех-четырех десятков электронных блоков. Многие из них находятся в тех местах, куда вода-то вполне достанет, если особенно там еще залит, закупорен водосток. Соответственно, ремонт такой машины будет очень дешево в мероприятии. Да, но нас же смотрят жители не только Москвы, близлежащих регионов, но и на Дальнем Востоке, где сейчас торговля утопленниками пойдет вовсю. То есть я думаю, что там мошенники будут перекупать по дешевке эти автомобили и будут продавать их людям. Каким-то образом надо подготовить их. Как распознать эту машину? Знаете, как правило, есть, во-первых, есть какие-то методики, есть средства диагностики, в конце концов. И человек, который этим давно занимается, вполне способен определить, делалось ли что-то с электроникой машины. Еще раз повторю, что автомобиль последних лет производства достаточно ворочен по электрической части. Полностью его отремонтировать, привести в абсолютно исправное состояние очень недешево и совершенно точно нерентабельно. Найдут. Захотят, найдут. У меня есть информация о том, что, в общем-то, это не так просто определить. Потому что у одного из наших коллег он покупал автомобиль в Москве. Девушка уехала за границу учиться, и автомобиль три года стоял в доме у ее родителей, в частном доме, где-то под деревом. Значит, никто им не пользовался. Три года он простоял. Пробег маленький, он решил его приобрести. Когда он, значит, стал на ней ездить, где-то через пару месяцев остались какие-то проблемы с электроникой, какие-то сложности. И выяснилось, хотя он, это автомобильный журналист, мог себе позволить прекрасную диагностику, то есть там люди смотрели, что это за машина, и ничего не нашли. И потом выяснилось, что поскольку машина три года стояла под деревом, пыль, песок, листья, что-то еще, забили полностью дренажную систему автомобиля. И когда шли ливневые дожди, они у нас периодически случаются, и потом снег, а в машине накопилась вода. И этой воды было просто несколько десятков килограммов. Ее пришлось сливать оттуда. В результате все днище автомобиля было проржавевшее, все вот там цилиндры, все эти механизмы были в воде, их пришлось менять, и он попал на очень крупную сумму денег. Ну это надо спасибо инженерам сказать, которые таким образом устроили дренаж, что листьями он забился так быстро. Либо я уж не вижу здесь прямой связи с утопленностью, но есть какая-то конструктивная особенность. Кто-то сделал машину немножко не так, не предусмотрел, ну залило. Ну что делать? Ну здесь я, наверное, поддержу своего оппонента, в том, что действительно есть смысл разделить утопленник, во-первых, по ценовой категории хотя бы, потому что очевидно, что восстанавливать приору и восстанавливать Туарек, это и разные средства, и разные квалификации на это необходимы. Естественно, по масштабу бедствия, потому что одно дело, это вот как недоутопленник, вы сказали, вот, другое дело, если это какой-то автомобиль утопили, когда на рыбалке брод пересекали, вот, и третье, это как вот вы показали в сюжете, когда поток несет кузов, его швыряет дома, столбы, опора мостов, то есть это уже даже не запчасть, это в лучшем случае пресс-папье. Вот у нас телезрители активировались, начали смски присылать. Купил утопленник у знакомых, знал его историю, отремонтировал, езжу без проблем. Игорь Самара. Игорь Самара подписывал бы еще название машины, потому что... Хорошо, дорогие телезрители, подписывайте название автомобилей. Может быть, он купил в полцены, человек молодец, разобрался, как машина устроена прекрасно. Да, но говорят, что... Имеет значение, в какой воде стоял автомобиль. То есть если это там ливневые дожди, или прорыв дамп, рек, плотин, то это была, как правило, ну, пресная вода. И в чем тогда главная опасность? Там песок, ил, попавший в подшипники? Я вот сейчас поймал на мысль, что воды больше пить не буду. А что касается пресной или соленой, ну, знаете, я уж не знаю, чем бы предпочли бы отравиться, там, компотом или борщом. Но и то, и то плохо, не нужно проводить такую параллель. Если вода попадет в электронику, неважно, какая она, соленая или пресная, все равно будет плохо. Если у вас при этом еще днище проржавеет, ну, особо вам это, наверное, радости не принесет. Хорошо. Имеет ли значение тогда, сколько он простоял в воде? Выдержка. Ну, если лет 50, то машиной, наверное, не надо вообще заниматься. Но думаю, да, конечно. Вы знаете, я, наверное, придержусь мнения, что вообще современный автомобиль, европейский, допустим, во-первых, это конструктор лего. Вот. То есть, утонула основа. В любом случае, почти всегда придется менять салон, электронику, проводку. Поэтому все это выдергивается, остается от другого автомобиля. В принципе, не имеет значения. Вот. Если там какие-то, опять-таки, он слегка утонул и не собирается вот перекраивать весь салон, переделывать, то есть хотят обойтись малой кровью, то насчет соли не могу сказать. А вот то, что песок из машины не убрать никакими методами, это абсолютно точно. Вот единственное, может быть, повезет, будет маленькая зацепочка. А чем это грозит, если, допустим, песок в автомобиле? Какими поломками? Вы как технический эксперт. Но пыль. Песок в автомобиле? Ну, вообще, лучше, чтобы его там не было. Смотря где. В салоне. Наверное, эстетику будет оставлять. Ну, салон оставим. Там, салон можно перекроить. А вот если он попал куда-то вот... Не, ну, естественно, песку не место в парах трения. Его достаточно, я имею в виду, их достаточно в двигатель. Но если уж туда песок упадет, я не думаю, что это... Это очень быстро должно быть. А каким-то образом человек может заметить, ты после того, как он купил автомобиль, вроде проехал, ничего, а через пару месяцев это выяснилось? Или это сразу видно? Сразу видно что? Сразу видно, что какая-то неисправность. Что, допустим, вот... Можно ли как-то почувствовать, что песок попал в какие-то там жизненно важные... Ну, знаете, там вопрос из теории эксперимента. Я вот, честно говоря, затрудняюсь сказать, чтобы вот именно песок, он почувствовал где-то этот человек. Я думаю, что вообще песок в автомобиле может попасть только в какие-то поврежденные элементы. Автомобиль очень хорошо защищен от грязи и от воды, потому что это, к сожалению, его нормальная среда обитания. То есть, вспомните самый простой пример. Скоро начнутся снегопады, выпала куча снега, его пасли по реагентам, все мы ездим по водяной каше, которая к концу дня превращается в воду, и ватерлиния проходит уже чуть ли не выше колес. Тогда картер-двигатель у нас работает бульбом, коробка передач килем. Мы во всем этом ездим, но на следующее утро машина заводится и исправно везет нас на работу. То есть, в принципе, все эти места защищены, если вот только нарушены какие-то резиночки, уплотнители или там случайно потеряны прочее. В обычном случае, я думаю, что именно техническая часть автомобиля не будет доставлять проблем. То есть, нужно будет тому, кто собирается продать утопленника с выгодой, я думаю, нужно будет сосредоточиться в основном на электронике и внешнем виде. В любом случае, ему, скорее всего, придется разбирать до основания весь салон. Металлические элементы вряд ли доставят неприятности, они и без того им достаются, и они спокойно выдерживают всю эту грязь и прочие болота. Дорогие друзья, телефон нашего прямого эфира 617-95-55, код Москвы 495. А мы хотим... Звоните, да, мы ответим на все ваши вопросы, а мы хотим задать смс-опрос. Купили бы вы себе автомобиль-утопленник? Вот такой у нас вопрос сегодня. И три варианта ответа. Да, за приемлемую цену и возможность его восстановления. Никогда. Утопленники. Это приговор. И третий вариант ответа. Я езжу на утопленники, и нет никаких проблем. Отвечайте, в конце программы мы подведем итоги. Я знаю, как ответит Игорь из Самары. Да, а вот у нас телезрители еще пишут. У меня был утопленник, правда, голландец. Опель двухлетний. Год отъездил, проблем с электроникой никаких не было, хотя нафарширована была под завязку. Единственное, зимой подогрев сиденья сгорел. Пришлось в сервисе сиденья менять. Менять цепи подогрева и обшивать по новой коже. Правда, утоплена была в пресной воде. Канал развился какой-то в стране тюльпанов. Максим, Санкт-Петербург. Вот, пожалуйста. Во-первых, было бы неплохо все-таки уточнять год выпуска автомобилей. Потому что, скорее всего, речь идет о достаточно пожилом варианте. Второе, то, что вот, как он выяснил, что именно в пресной воде, не знаю, в Голландии море тоже есть. Бывает тоже и дабы прорывают, может и не в пресной воде. У нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я бы хотел узнать, вот, допустим, прошло у машины 2-3 года, можно узнать, что она была утопленником или нет? Можно ли узнать, была ли она утопленником? Я вас правильно поняла? Да, допустим, прошло 2-3 года после. Через 2-3 года это беспокоит вообще человека? Вот 2-3 года отъездил, что еще нужно-то? Или это по изысканию, вот обязательно не спится? Не могу спокойно ездить на машине, когда не знаешь, что она утопленника? Может быть, просто что-то беспокоит? И вот каким-то образом можно определить, что машина была? Если за 2-3 года нет никаких негативных последствий, то можно об этом перестать думать. Что за навязчивая идея? Я думаю, что все проявления, которые возможны, ну сколько у нас корродируют, там, тормозные диски, если на машине не ездить, недели, две, три, за это время вы получите исчерпывающий ответ, тонула она или нет. Я думаю, так. Мне кажется, лучше это выяснять на стадии покупки автомобиля. В принципе, наверное, это вообще такая очень большая тема, что можно вот придумать, чтобы как-то это вычислить. Вот, опять-таки, уже упоминалась электроника. Вы знаете, по электронике современного автомобиля можно выяснить очень многое. Единственное, нужно найти даже, наверное, не специалиста. Вот, по моему опыту, к сожалению, у официальных дилеров не всегда такие люди попадаются. Это обычно энтузиасты, самоучки, которые вот чуть ли не сами себе спаяли диагностический прибор. Но они из машины могут вытащить абсолютно всю информацию, вплоть до того, что менялись фары и когда это делалось. Вот, вот, по электронике можно достаточно легко определить начинку и прочее. Если, извиняюсь, автомобиль одного года выпуска, а начинка другого года выпуска, ну, есть повод задуматься. Но, опять-таки, если с ним, с автомобилем все в порядке, он диагностируется, и в сервисе специализирования не нашли, к чему придраться, не все ли вам равно? Все понятно. Бывают разные случаи. Я вот знаю историю, когда был приобретен на вторичном рынке автомобиль, и периодически у его владельцев там кружилась голова, там чуть ли не выморок и не падали. Выяснилось, что автомобиль просто находился, его подтопило, но были затоплены сельхозхозяйства, и большое количество, ну, просто тонны ядохимикатов вылились, и они остались в обшивке, везде. Вроде бы с машиной проблем нет, но люди себя плохо чувствовали. То есть можно ли каким-то образом там проверить, то есть уровень радиации, какие-то приборы, может быть, существуют, или на наличие вот этих химикатов в автомобиле, оставленных водой? Я вот сейчас прямо обеспокоился, что же у нас за удобрения используются, которые даже в остаточном виде человека вводят в такое расстройство здоровья. А это они же поливают те же самые продукты, ужас. У нас есть еще звонок от телезрителя. Добрый вечер, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос вот такой вот. Если я, например, заказал машину в Германии, и email, например, email 3355, он уже стоит у меня купленный, а в данный момент я не смог приехать, я приезжаю чуть попозже, а он уже оказался затопленный. Так. Мне, например, я вот должен его выгонять, и как таможенный вопрос мне решать, я должен уже гонять именно эту машину, или я могу купить какую-то другую взамен этой машины, как мне ее вот растаможить потом, получается, на нашей границе, мне именно эту машину надо растаможить потом получится, или уже получится, я могу купить другую машину, отказаться и поехать выкупить другую машину, автомобиль. Такой же, например, автомобиль. Или именно этот я только должен выгонять. Я думаю, это зависит не от нашей таможни, это зависит от того, на каком этапе вы завершили вашу сделку с немецким продавцом. Если вы ему заплатили деньги и подписали договор купли-продажи, то эта машина ваша. И, естественно, вы ее вряд ли страховали, она без учета, без страховки, без ничего, не исключено, что теперь это ваша проблема. Если вы просто как-то изъявили лишь намерение купить этот автомобиль, деньги за него не платили, никаких бумаг не подписывали, то вы просто спокойно меняете, переоформляете таможенные документы, меняете в них ВИН-автомобили. Это совсем несложно. Ищите себе другой автомобиль. Когда найдете, поменяйте, просто переоформите таможенные документы. Но ситуацию, когда в Германии забыли МЛ-350, я себе представляю, очень слабо. Просто, ну, есть вещи, которые не забывают на пути стихии. На дне реки тем более. Вот. И, кроме того, опять-таки, Германия, вся Европа – это территория очень давнего освоения. Все места, где есть, могут даже потенциально быть потопы раз в 200 лет, они все всегда известны. Это места с низкой арендой. Там не ставят дилерские центры, там не держат площадки дилера. То есть это места с доступным жильем, с социальной какие-то там вещи. И дорогих машин там отродясь не было. То, что немец забыл перегнать, пускай даже чужую машину оставил ее на пути стихии, я себе слабо представляю. Вот градом ее могли побить. К сожалению, это бывает. Да. Опять-таки, здесь нужно просто человеку понять, на какой стадии он завершил свои дела с немцем. Если он подписал бумаги, но, допустим, даже не перевел денег, немец, к сожалению, все равно может его пытаться долго-долго, и на протяжении нескольких лет доставать здесь через суд и требовать с него неустойку. Потому что по немецким законам положено именно так. С таможеней проблем не возникнет. Вот еще телезрители пишут, если утонуло в морской воде, то ни в коем случае коррозия после нее может проявляться в течение полутора лет. С движком ничего не будет, морская вода жрет медь, алюминий, только потом сталь. Действительно ли это так? И насколько соленая морская вода влияет на агрегаты автомобиля, на сам автомобиль? Я знаю, что такие автомобили приходят из Японии, из Соединенных Штатов. Вы знаете, вообще автомобиль, который жил на побережье, в принципе, его видно сразу. Каким образом? По каким параметрам? Соль. Действительно соль. Действительно трубки, особенно алюминиевые, кондиционерные трубки под капотом, они действительно будут корродировать. Но все это делается, решается эта проблема обычной химчисткой. Полируете машину, обрабатываете все, что нужно. Днище, оно будет корродировать, если оно повреждено. Если красочное покрытие повреждено, да. Если аккуратный владелец, краска ничего не нарушена, неважно, соль, не соль, абсолютно никакого значения не имеет. Я слышала историю тоже от технических экспертов, которые говорили, что соль разъела карданный вал у автомобиля. То есть действительно такое может быть? Или это из области фантастики, они что-то напридумали? Что значит разъел, он развалился, что ли? Везет, да. Это вопрос, опять-таки, возраста и пробега. Нет, вы знаете, я буду категорически спорить. Очень хочется посмотреть, как разъест карданный вал, с учетом того, что толщина там очень немалая. Это через сколько лет произошло. Я считаю абсурд. Давайте все-таки определимся с тем, на каком уровне стояла вода, и можно автомобиль эксплуатировать или нет, и какие технические действия необходимо провести с автомобилем, чтобы его запустить заново. То есть вот, допустим, у нас залило до нижней кромки панели приборов. Вода спала. Мы можем сразу же эксплуатировать автомобиль, или что необходимо с ним сделать, да, там, не знаю. Достаточно прочистить, смазать, и можно двигаться в путь, или нужно какие-то предпринятия? Как вы думаете, я скажу то, чего делать точно не нужно. Так. Не нужно туда ставить свежий аккумулятор и тут же подавать питание на все это. И не нужно пытаться заводить двигатель. Перед тем, как завести двигатель, абсолютно всю-всю-всю систему выпуска нужно разобрать, выкрутить свечи, прокрутить коленвал. В двигателе не должно остаться ни капли воды. К сожалению, вода может остаться и храниться там несколько месяцев, где-то в каких-то закуточках пустного коллектора. Когда вы заведете двигатель, нажмете на газ, ее засосет, тогда может быть гидроудар и, соответственно, дорогостоящий ремонт. Вот этого однозначно делать не нужно. Вот, сесть и поехать, простите, была довольно старая история, где-то это было в 90-х годах, это было и касалось старых автомобилей, по-моему, потрепанные вот Opel Omega, Opel Kadetta, залило. Не успели просто вот русские торговцы, не успели убрать машины из-за лени или еще из-за каких-то факторов, стоянку затопило. И они действовали таким образом. Прицепили веревку и таскали машину на веревке. Вот какая с веревки заведется, стоящая, может быть, будет что-то делать. Какая не заведется, на помойку. Правда, конечно, стоимость автомобиля тогда была совсем другая, нежели сейчас. Знаете, я думаю, вот что нужно в этой связи. Во-первых, сначала нужно посочувствовать человеку, потому что очень неприятная ситуация. Во-вторых, нужно... Я бы ничего не делал, грузим на эвакуатор, везем в сервис. Во-первых, нам нужно как-то деньги зарабатывать. Во-вторых, в следующий раз человек будет выбирать место, где я оставил машину, более... Ну, так случилось в командировке. Нет, ну, если так случилось в командировке, то же самое. Ничего делать самому не нужно. Кроме того, я не думаю, что у нас большинство автовладельцев сейчас способны вспомнить науки, которыми обладали шоферы 40-х, 50-х, и самостоятельно что-то делать. Вот ничего не делайте. Прям максимум, минимум своего участия. Дорогие друзья, а почему мы говорим об автомобилях все время европейских или там даже японских и американских? Есть же и наши машины, с которыми можно же что-то сделать. С нашими можно. Ну, во-первых, наши машины, уж простите, у нас своих-то машин практически никогда не было. На Дальнем Востоке все-таки встречаются наши машины, в том числе. Ну, это очень ценители и любители. Можно посочувствовать людям. Наши машины, там уже вопрос цены. Я не знаю, поставить большой вентилятор, фен, просушить пороги, просушить все самому. Все равно придется разбирать слишком много всего, чтобы проверить, и ни в коем случае после этого не заводить. Я вот не представляю, как воду вытрахнуть из всей электроники в машине. Надо все разбирать, просушивать. Вряд ли это справится даже очень опытный человек. В любом случае, то есть здесь вот каждый случай сугубо индивидуален. И, к сожалению, каждый случай нужно просчитывать, потому что, ну, вот ничего не поделать. Есть варианты, когда машину проще выкинуть. Вот. Каждый случай нужно просчитать, нужны все затраты. И, опять-таки, чтобы просчитать, нужно обладать какой-то определенной квалификацией. Сделать это достаточно досконально, потому что можно забыть какую-то маленькую фитюльку. Мне кажется, что она стоит, как половина автомобиля, а без нее ничего не получится. Вот. Здесь все сугубо индивидуально. Вот еще телезрители пишут, ни в коем случае электрику надо новую. Ни в коем случае, видимо, это не стоит покупать. У друга она оказалась утопленной, он не знал, зато машина с характером. Сама в гараже без ключа заводится ночью и аварийку включала. Антон Новороссийск. Да, вот это, кстати, очень знакомая ситуация по машинам, которые подтапливали, у которых после этого были проблемы по блокам управления. Сейчас на многих автомобилях, если брать бюджетный класс, то есть автомобили типа «Опель», я имею в виду бюджетный немецкий класс, многие модули интегрированы в один единый блок. И ремонтопригодность очень низкая, блок стоит достаточно больших денег. Достаточно ему не то, что там затопиться, а просто он может начать увеличить просто от времени. Огромное количество проблем, и в отличие от старых машин непонятно, откуда они берутся, нужно иметь руки. Так что вот это очень характерная ситуация. Машина просто во влажном помещении, длительное время простояла, я уж не знаю, под снегом, да, бывает такое. Запросто. То есть, если машину затопило, то тут вот два пути. То есть, либо до конца жизни ловить эти электрические... Импульсы. Импульсы, да, там глюки те же самые. То есть, то нет, от погоды, от влажности, от звезд на небе. Либо просто вот разобрать ее под ноль, поменять всю проводку, все блоки. Особенно, что сейчас коншина, она низковольтная. То есть, любое малейшее там нарушение контакта, уже ничего не будет работать, диагностироваться. И кроме того, кстати, если, неважно, японскую, американскую, немецкую, относительно свежую машину с электронным ключом, опять-таки, что с ней делать? С ней ничего сделать не получится. Я думаю, что она даже не будет реагировать на собственные ключи, метки и прочее. То есть, опять-таки, все равно поведется эвакуатор и специализированный сервис. Вот еще телезрители пишут. Интересные варианты разбираются по крупным дилерам, а после подготовки небольшой машина становится в идеале. Частным лицам же продают полный хлам. Глеб. Это дилеры пишут? Это если только в России. В Германии, к сожалению, не знаю, наверное, дилеры там плачут, потому что люди везде есть, которые хотят быстро заработать денег. Дилеры вынуждены заносить все траты, все запчасти, все ремонты в дилерскую историю. Если это, опять-таки, машина из Европы или дилерская машина из Америки, выяснить, что по ней был такой-то объем работ, столько-то запчастей заказывалось, на столько-то денег все это делали, совсем несложно. Опять-таки, просто по вину у дилера можно будет выяснить, что это утопленник. То есть, это самих себя подставлять. Обычно дилеры этим не занимаются, плюс у них нет столько свободного времени. Основной бизнес дилера – это продажа автомобилей, ремонт – это просто их обязывают заводы-изготовители. Да, такое ощущение, что речь идет о некоем проекте. Это же не поточная, точнее, получается, нарушается технология производства. Вдруг откуда-то взялась машина, ее топили. Давайте мы снимем всех мастеров, они будут заниматься только ей, чтобы все потом заработали денег. То есть, мы сейчас можем успокоить наших телезрителей, даже подержанные автомобили в каких-то там дилерских центрах невозможно купить утопленник. Не, пусть боятся, конечно, тоже. Тяжело удержаться от соблазна и не запугать людей до смерти. Но, увы, да, просто время идет, современный автомобиль становится значительно сложнее, и его уже тяжело реанимировать. Это требует и денег, и деньги еще можно найти. А вот квалификацию и время найти становится все тяжелее и тяжелее. Да, а мы давайте попробуем подвести итоги нашего СМС-опроса. Что думают наши телезрители по поводу того, купили бы они себе автомобиль-утопленник? Для начала я скажу, как проголосовали наши телезрители ВКонтакте. Да, за приемлемую цену и возможность его восстановления ответили 28,2%. Никогда утопленники – это приговор. С этим согласились 68,1% наших зрителей. Я езжу на утопленнике, нет проблем, 3,7%. А теперь, как проголосовали зрители нашей программы. Да, за приемлемую цену и возможность его восстановления 14%. Никогда утопленники – это приговор. 65%. И я езжу на утопленники, нет проблем. 21%. Ну, то есть, голоса распределились примерно одинаково. Никогда утопленники – это приговор, и никто не хочет с ними связываться. Но если уж все-таки случилось, давайте еще поговорим. Вот если добирается соль до коробки переключения и передач, механике это вредит меньше? Или, там, достаточно, наверное, пару раз сменить масло, а автомату больше? Или это не так? Знаете, насколько я полагаю, так, на вскидку механика, герметичный узел, в том числе и автомат, вообще коробка передач, квази-герметичный узел, по крайней мере. Мне сложно предположить, что туда попала вода, каким-то образом. Если это современная коробка, без щупа, без каких-то там проверочных отверстий, вот, не попадет туда вода ни при каком условии. Не будет там воды, просто в принципе. То есть, единственное, если какая-то, опять-таки, старая машина, она имеет щуп, и, там, герметичность этого щупа нарушена, или он выпал, или потеряли, или сломали, как у нас это обычно, ну, вот, может, теоретически. Но, опять-таки, масла в коробке много, оно имеет свойство выталкивать воду, вряд ли туда что-то затечет. И давайте все-таки подведем небольшой итог нашей программы. Вот, утопленники, это приговор, или все-таки можно рискнуть, купить и отремонтировать? Если кузов не пострадал, как вы сказали, в пресной воде, а еще лучше в минеральной или в святой, коробка механика, электроники минимум, ну, с таким концом света можно работать. Знаете, я думаю, каждому человеку в жизни уже какие-то острые ощущения. Если есть желание, почему бы не заняться? Может, это его шанс. Может, в устройстве автомобиля разобраться никогда не поздно. Если есть желание, пожалуйста. То есть, если это автомобиль сложнее Гольфа, скажем, современного, в котором вот все на электронике, или там сложнее Тойота Короллы, забыть, и никто не будет с этим связываться, никто не будет это делать. Все ясно. Ну что же, я вспоминаю одну добрую рекламу, в которой стояла девушка очень красивая, и немцы говорили, немецкая реклама была. Вы точно знаете, что вы у нее не первый. Вас это остановит? И тут же была ответная реклама, видимо, про новые автомобили. Жена может быть старой, я от себя добавлю, или муж. А машина должна быть новой. Я надеюсь, что вам всегда будут доставаться хорошие автомобили. Хороших вам праздников. Большое спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Автоплюс» Программа «Побучие» Теорийский не согласен по кузову всерьезные. Вы оптимисты. Прощайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...